Я приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. Прямой эфир. Как обычно, в этот час программа «Время говорить». Звоните, пишите, если вам интересна тема водородной энергетики. Наверное, вы слышали, что у нас в Мангастаевской области реализуется суперпроект на 50 миллиардов долларов. Зеленый водород, да? Вроде бы иностранные инвесторы пришли, начали там уже подготовительные работы. Так вот, сейчас в том числе обсуждаются вопросы, чтобы создать некую концепцию, государственную политику утвердить в этом направлении. Но что думают об этом эксперты? В Астане идет обсуждение, вот сегодня состоялось, собирались профессионалы этого сектора. Прошу приветствовать. В студии у нас Тимур Жантикин, генеральный директор компании «Казахстанские атомные электрические станции» и Баужан Жакишев, зав. кафедры электроэнергетика «Яну» имени Гумилева. Добро пожаловать. Да, ну давайте все-таки тема такая весьма, я бы так сказал, даже, наверное, аморфная для нас. Хотя у нас есть, как я сказал, уже проект. И уже его вроде реализуют. Но, тем не менее, хотелось бы понять, почему она сейчас начала активно обсуждаться, водородная энергетика. Означает ли это, что мы, например, нефть, ископаемые наши источники, в сторону скоро сместим и начнем заниматься именно вот этой перспективой? Пожалуйста, господин Жакишев. Добрый вечер, уважаемые соотечественники. Да, производство водорода сейчас является во всем мире, в том числе и в Казахстане, особым таким краеугольным вопросом, на который хотят ответить многие люди. И использование его в качестве топлива, и не просто топлива, она отвечает всем экологическим вопросам, снижает вот эти выбросы, климатические условия. Ну, сейчас, как мы все знаем, идет уже, некоторые говорят, скептики говорят, что идет необратимый процесс воздействия человека на окружающую среду, на климат. И необходимо вот этот вопрос, эту тенденцию, или там вот этот кризис остановить и водород... Нулевой выброс, да? Да, нулевой выброс. И, возможно, можно будет остановить вот это негативное воздействие на климатические условия Земли. Есть вопрос от телезрителя. Добрый вечер. Откуда идея о зеленом водороде в стране, где есть риски нехватки воды? Спасибо большое. Ну, давайте, Казахстан Тегин. Вообще, как вы относитесь к этой идее? Водородная энергетика? Ну, к водородной энергетике, в общем-то, эта идея не нова. Уже лет, как, наверное, сто занимаются водородом. И, в принципе, всегда речь идет о том, сколько это будет стоить. То есть, конечно, мы идем к зеленому нулю и так далее. То есть, идея заместить водородом существующее ископаемое топливо, она, конечно, красивая, хорошая, но, тем не менее, все это требует достаточно больших вложений. И себестоимость, вообще говоря, производства водорода не низкая. То есть, в основном из воды делают, можно там из углеводородов делать и так далее, сырья. Ну, вот мы в свое время, лет пять назад пытались заниматься этим водородом, но это дело забросили. Ну, хотя есть технологии получения водорода несколько в перспективе дешевле. Это вот высокотемпературные газовые реакторы, это Национальный ядерный центр этим занимается, занимался. И мы думали, что, возможно, найдем пути удешевления производства водорода. А так, в области применения водорода это металлургия, пищевая промышленность, нефтехимия и так далее. То есть, во всех областях, вот в энергетике, вот на сегодня мы как раз обсуждали, можно, вредненно используется, используется для охлаждения оборудования, в первую очередь, турбин и так далее. То есть, в принципе, новых областей применения водорода я не увидел. Единственное, все упирается, что это будет стоить. Там примешивать водород, там, скажем, в природный газ для того, чтобы повысить его теплотворность и уменьшить выбросы, тоже такая идея, несколько, может быть, на сегодня странная. Это то же самое, что в атомной энергетике есть такое МОКС-топливо, когда к урану подмешивают плутоний, но пока это высокоэффективная технология, пока это дорого. Нам это зачем, Казахстану? Казахстану, видимо, для достижения тех обязательств, которые мы взяли по озеленению экономики, в первую очередь, энергетики. И вот эти вот переходы на водородную энергетику, они позволяют снизить выбросы парников газов в атмосферу, там, в окружающую среду. Да, и вопрос у телезрителя был, откуда идея о зеленом водороде в стране, где есть риски и нехватки воды. Ну, там воды не так много используется. Ну, были расчеты, то есть мы напрямую, конечно, не считали, 40 гигаватт, которые пытаются сейчас построить в Монгиставской области. Но это несколько такой проект, я не знаю, не то чтобы фантастический, но такой серьезный. Ну да, суперпроект, большие инвестиции, посмотрим, как все пойдет. Тем не менее, государство, какие сейчас предпринимают попытки в плане развития водородной энергетики, как вы их оцениваете? Ну, сейчас идет бурное обсуждение, вот представители правительства, государства, которые, Министерство энергетики идут, например, сегодня у нас в Евразийском университете был круглый стол, как раз касающийся этой темы, и были высказаны мнения касательно водородной энергетики. Какие именно мнения? Ну, сейчас надо сказать, что про водородную энергетику в целом в мире еще нет определенных каких-то стратегических планов и вот этих дорожных карт. Они, каждое государство видит новые вот эти подходы, сами вот внутри как-то они еще не полностью... А мы уже хотим какую-то концепцию создать, да? Ну, вот сейчас... Зарожную карту, да, я так понимаю? Да. Вот я думаю, что сегодняшний вот круглый стол, и не только сегодняшний, и вообще обсуждение вот по всему Казахстану это идет, и на основании всех мнений, которые будут в разных местах говориться, аккумулируются вот эти предложения, и, наверное, будет создаваться вот какой-то общий для подходящий для Казахстана, для наших условий, вот какой-то стратегический какой-то план. Это все-таки больше про экологию или про экономику? Про экологию, потому что за экологию приходится платить, понятно, вот развитие возобновляемой энергетики, там же водородная энергетика, за все это надо платить. То есть, если у нас есть деньги, то, конечно, можно этим заниматься. Вот так, да? Так, еще один вопрос от телезрителя. Какие нормы стимулирования необходимы для снижения выбросов в окружающую среду? Это в целом, наверное, да, вы думаете? Ну, если так, применимо, например, к... Если будет создаваться законодательная база в плане водородной энергетики, что нам надо туда заложить, наверное, вот так, да? Ну, в принципе, наверное, те же самые, что и ВИА. То же самое, да? Ну, да, принципиально то же самое. А вы как думаете? Ну, да, здесь водородная энергетика, она сама по себе отдельная, наверное, не сможет и невозможно ее создать. У нее водородная энергетика, она будет всегда, должна развиваться в паре или там в тандеме с возобновляемыми источниками энергии. И вот то, что вот, когда говорим, что мы при производстве водорода, значит, там, ну, ее там разделили по разным группам, синий, зеленый. И все вот эти производства водорода, она, если будет сделана из чистого, зеленые энергетики, вместе в виду, возобновляемые источники энергии, тогда она будет считаться чистой. Так, ну вот, интересная статья, это писала Deutsche Welle. Покажите, пожалуйста, мой монитор. Будет ли Казахстан снабжать Европу зеленым водородом? Это статью выпускали журналисты, когда господин Штанмайер, президент Германии, был в Мангестау, открывал вот этот суперпроект. Ну, на что я хотел бы обратить внимание. Здесь, значит, вот что сказано. Полученный в Казахстане зеленый водород, это, конечно, будет не завтра и не послезавтра, или через года четыре, как я понимаю. Сразу же будет преобразовываться в Аммиак, в составе которому ему предстоит совершить длинный путь в Европу. Сначала в судах через Каспийское море, затем в цистернах по железной дороге из Азербайджана в Грузию, на берегу Черного моря. Аммиак вновь будет перегружать на суда, чтобы где-то за Босфором доставить его на территорию Евросоюза. Это так сложно вообще, на мой взгляд? Ну, безопасно. А, это безопасность, да, все-таки, вот в данном проекте, да? Ну, да, там, в принципе, производство Аммиака, оно сейчас тоже есть. Ну, как я сказал, там все упирается в цену. Но экспорт, скажем, водорода, хоть в виде Аммиака, хоть чего, это, опять же, сырьевой экспорт. По сути дела, мы не используем наши ресурсы у себя, а экспортируем. Ну, это сырьевой экспорт. Ну, в Японии, насколько я знаю, есть транспорт, который на водороде, да, эксплуатируется. А у нас что это будет в будущем? Как вы думаете, если сейчас порассуждать об этом? Это отопление? Это в энергетике как мы его будем применять? Пожалуйста. Ну, надо сказать, что, да, водород у нас, ну, в моем представлении, что у нас после, в результате обсуждений, которые проходили на ежегодной конференции у нас в Евразийском национальном университете имени Гумилева, вот, по экспериментальным исследованиям доктора технических наук, профессора Достьярова Абая Мухаммедьяровича, да, ее можно использовать как в качестве топлива, вместо, вот, например, взамен газа, горения газа. И вот сейчас в Алма-Ате проводится вот насчет этого испытания, и результаты их опубликованы там в журналах Q1 и Q2 под итогом конференции или по докладу профессора Достьярова. Мы можем сделать привлекательной эту отрасль у нас для инвестиций? И как? Ну, как я сказал, если принципы те же, что и ВИИ, освобождение от налогов, там, закрытие всяких там, части, там, скажем, кап затрат и так далее, то есть, в принципе, вот, все упирается в финансы. То есть, технология более-менее известна, то есть, пока новых технологий не видно, не просматривается, и все упирается в цену. Мы решим вопрос по поводу дефицита энергии? Нет. Нет? Потому что его на чем-то надо делать. То есть, первичная энергия все равно нужна для того, чтобы расщеплять воду. Вот так, да? Да. Ну, вот, кстати, по поводу воды интересный вопрос. То есть, у нас ее не так много, мы будем ее расщеплять. Это тоже большой вопрос. Так, что нам пишут телезрители? Спасибо, что вы на связи. У нас, когда останется водородной энергетикой, много возможностей, особенно если использовать наши газовые ресурсы. У нас газа не хватает, насколько я знаю. Хотя, кстати, тоже вопрос, да, правильный. Как прокомментируете? Может, это поможет экономике и окружающей среде? Телезрители, да. Ну, да, вот водород с процентным отношением, с добавлением в газ, в качестве топлива для газотурбинных установок, да, ее там можно использовать. И было предложение даже, чтобы вот параллельно вот делать перевооружение или там реконструкцию вот газовых установок, или газогаретных установок с добавлением водорода. Как-то вообще в целом, если посмотреть на водородную энергетику, если мы ее развиваем, она как-то может повлиять на какие-то геополитические процессы, как вы думаете? Это такой же фактор, как нефть или пока еще нет? Ну, как я сказал, все упирается в первичные источники энергии. То есть на чем? Ну, если ветровая энергия, вот как сейчас на Мангистау хотят, посмотрим, как этот проект реализуется. Либо это обычные. Ну, на сегодня в Казахстане водород производится. Производится на всех практически тепловых станциях. То есть электролизеры стоят почти везде. Но это очень дорого пока. Можем на атомных производить, пожалуйста, водород. То есть всегда нужна первичная энергия для производства водорода. Поэтому это такой интересный, в общем-то, опыт. В концепцию, если посмотреть, которую мы... Я так понимаю, что государство будет принимать концепцию развития водородной энергетики. Уже концептуальное решение принято. На сегодня, что официально лица говорили? Было такое, да? Ну, такого-то, что принятое какое-то... Такого еще представления не было. К этому идем, да? Да, к этому идем. А что вода? У нас остается немножко времени прямого эфира. Что туда надо включать? Какие пункты, как вы считаете? Ну, я... По водороду, значит, что там они сегодня... На основании сегодняшнего, как говорится, обсуждения круглого стола. Просто заслушивались мнения, вот сидящих. И было высказано... Там, например, доктор химических наук тоже выступал, что чистый водород, его практически невозможно не транспортировать или там не хранить, так как она является в таблице Менделеева самым первым номером, является молекулой его очень маленькой частицей. А предложение там, что как она является в таблице Менделеева номер один, как с веществом, она легко вступает в химические соединения с другими веществами, и в таком виде она может быть транспортироваться или там храниться. Пока вот на такое видение, наверное, обсуждение такое идет. В чистом виде, я не знаю, наверное, еще. Пока нет, наверное, таких технологий. Хотя вот надо сказать, что где-то в СМИ тоже была такая информация, что во Франции был обнаружен георазведкой залежи чистого белого водорода. Но пока Франция его не добывает, потому что еще технологий таких, добычи этого нет. Поэтому, ну, наверное, может быть, у нас в Казахстане тоже надо, кроме вот этого производства синего и зеленого водорода, одновременно может георазведки делать, где-то надо узнать, какие запасы у нас, возможно, есть в недрах земли. Возможно, потом, когда другие государства найдут какую-то технологию, мы тоже можем это использовать и применить, как говорится, у себя. Но она не исчезнет, кстати, эта технология, в принципе? Ну, то есть у нас, у цивилизации, у человечества, альтернативы никакой нету в этом плане? Он нам нужен, этот водород, вообще постоянно теперь будет? Ну, как промежуточное решение вполне возможно. Ну, то есть я все время возвращаюсь к цене. То есть, в принципе, водород мы добываем, технологии есть, но все упирается в цену. Ну, расскажите, пожалуйста, что это за цена вообще? Ну, если можно там... Ну, там килограмм водорода оценивается от 3 до 6, по-моему, долларов за кило. Это себестоимость? Себестоимость, да, этого водорода. Много-мало? Это много, потому что там, скажем, килограмм природного газа, это там несколько центов, ну и так далее. То есть я поэтому и говорю, что когда мы замешиваем водород в обычное топливо газовое, то есть тем самым мы увеличиваем стоимость этого топлива. И насколько там теплотворная способность водорода выше, чем природного газа, если она вообще выше вопроса. Еще два вопроса от телезрителя. Под конец уже остается 4 минуты прямого эфира. Какие экономические условия нужны для экспорта готовой продукции, а не сырья? Вы имеете в виду вот по зеленому водороду, который будет у нас производиться? Хороший вопрос. Ну, в принципе, там целая цепь должна быть, целая дагестическая специальная система, которая будет все это обслуживать, новая, да, которая, как ожидается, появится. Ну и плюс, какие риски? Какие риски, что это будет за проекты на территории Казахстана? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Пожалуйста, если можно. Что-то уже есть? Какие-то контуры, да? Может быть. Ну, какие риски могут быть? Ну, по вопросам безопасности, все-таки вопросы безопасности, они, по утверждениям наших ученых, это возможное решение вот этой безопасности, что она может, ну, как говорится, не приведет к каким-то техногенным последствиям. Ну, риски, какие риски могут быть? Может, риски, что все-таки пока еще время нужно будет для того, чтобы полностью его, как говорится, найти правильные какие-то технологические решения, и это опять займет какое-то время, и потеряем на решение этих уточнений определенное время. Ну, риски финансовые, в первую очередь, потому что инвестиции достаточно серьезные, вот в этот проект мангисталовский, допустим, 40 гигаватт, это не шутки, и тут как раз и хотелось бы уточнить, что не надо тратить свои деньги, пусть инвестор, если хочет, рискует, потому что рынки сбыта, потом, какая продукция, вот они хотят аммиак тащить, но аммиак, сколько его надо, как это будет стоить и так далее, то есть насколько он конкурентен будет. Потом насчет, вот зритель спрашивает про готовую продукцию, то есть надо хвосты все, хвостовые эти производства развивать, чтобы осваивать этот водород у себя в стране, то есть это химия, ну, там очень много... Ну, что он может даст, куда он может пойти? Ну, полимеры, допустим, то есть водород очень много где используется, есть, вот, например, производство этанола или бетанола, вот, в принципе, очень много химической продукции, которая используется с использованием водорода идет, металлругие, там, производство из качественных стали и так далее, то есть, в принципе, с использованием водорода мы можем делать хай-тек продукцию, то есть сейчас вот очень много технологий, которые потребуют вот использования именно чистого водорода. Но, скорее всего, это будут частные инвестиции, не государственные деньги. Желательно, чтобы частные были, да. Спасибо большое, благодарю вас, уважаемые эксперты, то, что пришли в студию. Это была программа «Время говорить». Смотрите нас каждый будний день, мы обсуждаем актуальные темы. До свидания. Все, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет, это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов. Поехали. Космический телескоп «Хаббл» запечатлел на фотографии